Второе послание Коринфянам, глава тринадцатая В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствие пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божьей, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя, в вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Осем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лапзанием святым, приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok